Расскажи, вот я включил сейчас запись, что за инструмент, о котором ты сейчас работал. Это горячее лезвие. Горячее лезвие, да? Да, горячее лезвие. Ну, то есть, горячие ножницы, а это вот горячее лезвие. С виброфункцией. А, ну, оно жужжит так, это что оно, греется или оно... Нет, это вибрирует. А, это оно вибрирует? Так, оно как? Ну, так чувствительно, да, вибрирует? Да. Знаешь, это мне напоминает станочки, которые... Да, вот есть мужские станки, они там как бы с электрической, что-то такое, да? Да, с виброфункцией, микровибрацией, которая позволяет легко связать волосы. И вот это движение... А движение какое-то специальное, вот прямо заточенное под это движение, или, ну, так обычное вот лезвие? Ну, легкие движения касательные... Легким движением руки, да? Да, плавные, стрижка, превращение. Пряди, видите, вот как бы я счёсываю волосы. Ну, да. А на самом деле, моя практика показывает, что научить этому движению, так, ну, это как-то надо понять, вдруг чик в голове щёлкает что-то, да, почувствовать, понять... Осязать, по-моему. Да, да, потому что здесь, вот смотрите, кисть вот работает, вот в этом месте, да? А ученики смотрят, и они чуть ли не телом вот так вот, ну... Это всё мы уже проходили. Да, да. А тут вот эти тонкие движения слегка касательные. Я уж как только не стараешься, там говоришь, что как картошку ты чистишь, или там как что-то такое. Это к концу жёлтого этапа уже, когда чувствуешь вообще волосы, прядь... Ну, это у кого когда включается, вот понимаешь, ну так, жёлтого, это уже мы, о своих внутренних жёлтых этапах, мы же это же на весь мир ролик-то будем показывать, да? Бывает такое, что и человек всю жизнь проработал парикмахером, так и не умел стичь бритвы. Ну, например. Просто ни было желания, ни было необходимости. Да. А у кого-то хочется, вот, мне сегодня, допустим, захотелось постичь не ножницами, а лезвием человека. Ну, такой настрой. Тут ещё происходит пайка, ведь она у нас запаиваем, да, и кончиков. Я сейчас вам покажу. Они совсем блестят. Вот, мы тут делали маленький такой эффект в стиле байкершит. А может, вам нужна расчётка? Нет, пока сейчас не нужна. Вот. Мы здесь вот делали диагональные проборы, здесь вот видно, вот видите, короткая прядь. Вот мы сейчас уберём её. Вот они, сейчас не отделилась. Вот так получилось. Ну, вот они, видите, вот коротенькие волосики, их практически здесь не видно. Но мы убрали вот излишнюю густоту, потому что у нас волосы... Какие-то внутренние срезы, опять же, да, какие-то вот такие внутренние? Не сильно густые, чтобы, здесь вот густота присутствует, а здесь не сильно густые. Мы, как бы, скомпенсировали это всё воедино, собрали. И вот, сейчас я покажу. Вот такими диагоналями мы прорабатывали эти пряди. Но здесь вот особо-то и не видно. А, вот. Видно-видно. Я не думаю, что тут на видео можно как-то этот эффект увидеть. Нет, не будет видно на видео. Понятно, что короткий такой слой, да. Ну, что там блеск такой появляется на волосах. На видео точно не увидится. Ну, поверьте нам на слово. Вот он, смея. Там, где мерировано, вот здесь. Вот здесь вот. В общем, волшебный блеск, поверьте, на слово. Он присутствует. Он присутствует. Замечательный инструмент, да. Я приобрету себе, кстати. Мне понравилось особенно жужжание. Музыкальный какой-то инструмент. А может быть, еще надо там переключать режим, и он будет с разными звуками вибрировать. Да. Хорошо.